В Чувашии начали делать прививки против гриппа. Вакцина в республику поступила раньше, чем обычно, и врачи очень рады этому обстоятельству. Иммунитет у привитых сформируется до начала сезона дождей и болезней. Кого прививают в первую очередь, и как быть, если вы не входите в приоритетные группы, в нашем сюжете. Я уколов не боюсь, если надо, уколюсь. Впрочем, работники производственного объединения имени Чапаева спешат в медпункт не для того, чтобы демонстрировать свою храбрость, а по более серьезным причинам. Раньше часто очень болело, даже в году по два раза получалось, а сейчас вот после прививки вот так. Мне пока невыгодно выходить на больничное, так что прививку еще одна причина была сделать прививку. Производственное объединение Чапаева одним из первых в Чебоксарах поспешило приобрести для своих работников вакцины от гриппа. Практика показала, инвестиции в здоровье окупаются быстро и эффективно. Мы начали в прошлом году вакцинацию наших работников. Это был, наверное, первый шаг в нашей работе. И поэтому число привитых в прошлом году было незначительным, порядка 10% от общей численности нашего предприятия. Но и то мы уже увидели результат, и у нас сократилось количество больничных листов. В этом году в Чувашии вакцину закупили немного раньше обычного. В республику уже поступило более 170 тысяч взрослых и более 85 тысяч детских доз препарата. Напомню, в национальный календарь включены работники медицинских, образовательных учреждений, транспортные сферы, коммунальщики, беременные женщины, призывники, пенсионеры старше 60 лет. Все они прививаются бесплатно. И, разумеется, в первую очередь дети с 6-месячного возраста. Вакцинацию гриппа, ее можно комбинировать с любой плановой вакцинацией. То есть, например, пришел, если малыш старше 6 месяцев, на завершающую вакцинацию против АКД, гепатита B, пневмококковой инфекции. И мы можем предложить маме одновременно сделать вакцинацию против гриппа. Если родителям объяснить, для чего это делается, то, в принципе, мама отказывается редко. В этом году в планах Минздрава Чувашии привить 540 тысяч жителей республики, в том числе 165 тысяч детей в возрасте до 17 лет. В прошлом году было чуть меньше – 523 тысячи или 42 процента жителей. Но этот показатель превысил общероссийский. Как результат, заболеваемость у нас намного ниже, чем была прежде. Причем заметно это не только врачам, но и тем, кто прививается сам и приводит на вакцинацию детей. Последние несколько лет мы стараемся делать это каждый год. И болеют, конечно, они у меня реже. То есть, если даже заболевают, то не так тяжело. Спасибо. Спасибо.